Всем привет, с вами Тед, и сегодня мы посмотрим следующее видео затеранов, а именно аллыны с одной базы. Я расскажу вам две вещи, как играть аллыны с одной базы затерана, и второе, зачем вообще стоит их играть, почему стоит начинать тренироваться именно с такой, ну именно с такой игры. Как и раньше, мы не разведываем, мы следим только за собой, мы делаем свой билд, сейчас я вам все покажу, собственно, какой билд. Вот, и смотрите, поэтому до конца все внимательно. Вот, сразу же, наверное, скажу, что о том, почему это стоит делать, можно узнать вот там вот вверху по видосику в предложке, но вкратце просто по одной простой причине. Вы будете оттачивать полезные навыки в более коротком промежутке времени, то есть вы за час будете играть не три игры, делая различные вещи, которые, скорее всего, вам не понадобятся, когда вы научитесь хорошо играть, а будете играть в восемь игр, либо двенадцать игр, смотря, ну, за сколько будете успешно аллынить и за сколько у вас будет получаться. Вот, в чем суть вообще аллынов с одной базы? И просто нужно сейчас взять вот эту из нашей прошлой серии инфу, что мы делаем какую-то экономику, из нее делаем производство и начинаем меситься. Вот мы это и делаем. То есть сначала весь наш фокус, все наше внимание отправляется тупо на то, чтобы раскачать одну базу. Всего одну. Это все просто. Мы делаем соплайку, мы делаем барак, мы делаем газ. Барак достраивается, газ наполняется. Делаем соплайку, еще один барак. Делаем пристроечку на бараке в виде техлабы. Делаем еще один барак. И начинаем производить мариков. Здесь мы делаем по реактору. Второй газ нам не нужен. То есть, по сути, вот отсюда у нас база наполнена. Дальше мы ничего не делаем. Один КСМ у нас бегает, строит соплайки постоянно. Здесь два барака производят мариков. То есть, как только появляется у нас свободный газ, мы делаем реакторы на них. И следующий апгрейд. И вот ваша вся задача. То есть, вам не важно, что делает соперник. Важно тренировать свои руки. Делать производство мариков максимально эффективное. Постоянно их производить. Производить соплайки. Не попадать в соплай блок. Копиться, копиться, копиться. Можно где-то мародерчика даже заказать, чтобы газ потратить. Это, в принципе, не важно. И если вы подкопились, 4 минуты 30 секунд. Выходите в атаку. Все. Вот такие вот 4 барака. Самое главное, идем в атаку и продолжаем строить. Продолжаем строить. Ролли-пойнты уже у нас стоят в атаку. И мы просто идем, 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 идем. Конечно же, конечно же. Стоит, наверное, отвлечься ненадолго. Чтобы задать вам интересный вопрос. Какой ваш любимый однобазовый алын? Если вы какие-нибудь алынчики знаете. Вот. Может, вы любите, например, алынись не с мариками, а там, ну, с танками. И что самое главное. Алынись можно как угодно. Это лишь пример. То есть, это лишь пример, что можно вот так вот 3 барака, 4 барака, точнее, там, с мариками идти пушить. Можно ставить что угодно. Любые здания. Это не важно. Важно что. Чтобы вы приходили и на пятой минуте заканчивали игру. То есть, вы тренируете до пятой минуты. Производство рабов. Какое-никакое, но тренируете. То есть, непрерывное, чтобы как можно быстрее насытить одну базу рабочими. Вы тренируете сапплай. То есть, определенный кусок времени. И производство. И когда вы ставите вторую, третью, четвертую базы, вы должны все это делать то же самое. Только умноженное на 2. Вот и все. То есть, сейчас мне достаточно делать по 7 мариков. С двух баз это будет по 14. Отсюда это будет по 21 и так далее. То есть, потом, если вы добавите еще других технологий с разных зданий, нужно делать. Но суть остается та же. То есть, как и здесь. Но, если вы начинаете расчехлять свое пространство жизнедеятельности вот здесь, то у вас возникает проблема. Вам тяжелее это защищать. На вас начинают нападать, убивать вам рабочих. Экономики сбиваются. Вы забываете что-то строить. И это плохо. То есть, лучше сразу вот отсюда научиться все правильно, хорошо строить. Чтобы приходить, вот вас чуть-чуть больше. Вот вы приходите, нажимаете на танк, он умирает. Нажимаете, а клик, умирает все остальное. Убираете вот эти штуки. И, ну, полнейший расстрел просто-напросто. То есть, вот это так вот жестко работает. Еще танк вышел. Сейчас на него застимпачимся, убьем. И все, погнали. То есть, это основное, основное, основнейшее правило. Не нужно затягивать игры, когда вы начинаете тренироваться. Запускаете. Нажимаете старт. И все. И смотрите, смотрите, чтобы все ваши ресурсы тратились. Чтобы строились стройки, пристройки там и все остальное. То есть, вообще ничего не это. Не простаивало. Тут Марик достраивается, сразу же нового заказали. Тут там что-то еще достраивается, тоже сразу новое. Вот тут, кстати, я Техлабу заказал. Этот достраивает саплай, сразу новый саплай, сразу мародер. Сразу мародер отменяем. Заказываем Марика, потому что нам нужен... Нам нужен газ сейчас на стимпак. Вот. Закидаем мула. Видим, что мы не можем потратить ресурсы. Добавляем еще один барак. Учим сразу же стим. И, собственно, продолжаем. Учим, наверное, следующие конкасы. А тут уже и саплайчик. И вот. Вот так вот примерно это все выглядит в режиме реального времени. Вы просто следите, следите, следите. И почему нам не нужна вторая база? Видите, я все, что я делаю, сейчас вижу на одном экране. Как только у вас добавляется вторая база, вам добавляется два экрана. Вам надо двигать мышкой, вам надо двигать экранами. За этим следить тяжелее. Лучше изначально привыкнуть всем следить на одном экране, чтобы это было спокойно, чтобы вас это все не напрягало. И тогда у вас будет дальше все намного проще, естественно. Потому что вы уже привыкнете на одном экране все то же самое жать, а там вам нужно будет жать всего лишь пару лишних кнопок, чтобы достичь того же результата. И все. И главное стабильность, стабильность, стабильность. То есть стабильно вот так вот научились делать, получается, выход в 4.30. То есть вот у нас уже есть там почти 4.30. Пошли выходить. И вот так вот постоянно, чтобы вы делали, потренировались. Тренируйтесь, собственно, несколько дней, потому что каждые 3 дня будет выходить видео затеранных. Вы можете словить, так сказать, волну и прям со мной посмотрели видос, потренировались. И потом учите следующий навык. Круто еще уметь выходить. Видите, у нас стимпак сейчас закончится через 10 секунд. И через 10 секунд мы добегаем до соперника. Он еще не знает, есть у нас стим, нет у нас стима. А мы только добежали и стимпак. И все, и погнали просто бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Крушить, короче, и все ломать. Вот так и вот первые, я бы сказал, тренировки затеряно. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Напоминаю, что эта серия это часть обучающей программы из 10 шагов. Вы можете посмотреть всю программу, перейдя в плейлист, либо перейти на следующую серию. С вами был Дед. Редактор субтитров А.Семкин